МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Хабар-24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шайнусова. Сегодня в выпуске. Двое погибли, троих спасли. Страшный пожар в Ак-Тубе унес жизни маленьких детей. Угрожал, бил, требовал. Вымогателю искок считал, грозит до 7 лет за решеткой. Обещал пригнать машину, а угнал деньги. Афериста поймали в Мангосталской области. Пожар в торговом центре. Очередная легенда от спасателей и полезная инструкция. Пожар в одном из частных домов унес жизни двоих детей. Погибшим было 10 лет и 4 года. Чудом удалось вызволить из огня взрослых членов семьи. Их спасли полицейские, прибывшие на помощь. Когда им сообщили, что в доме остались дети, было уже слишком поздно. Когда стражи порядка прибыли на место ЧП, входная дверь была охвачена пламенем. В окне они увидели, что в доме на полу лежит человек. Разбили стекло и зашли в горячий дом. Стражи порядка помогли выбраться через окно двум женщинам и мужчинам. После того, как их вывели в безопасное место, стало известно. В помещении есть дети. Но зайти в дом было уже невозможно. От трех до семи лет грозит вымогателю из Кокчетау. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, один из местных жителей отдал злоумышленнику полтора миллиона тенге. Как оказалось, тот угрожал ему и даже применял насилие. Акмолинец, запугав несчастного, заставил его оформить несколько товарных и денежных кредитов. Долго искать вымогателя не пришлось. Его задержали и поместили в ИВС. Обстоятельства дела выясняют правоохранители. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Республик Казахстан «Вымогательство». Выясняются иные обстоятельства дела. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Подозреваем во дворе изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Что делать, если у вас вымогают деньги? Согласиться с требованиями вымогателей и тянуть время для сбора доказательств против них. Делать скриншоты переписок, записывать аудиосообщения, фиксировать всю входящую от них корреспонденцию, производить фото- и видеофиксацию встреч с преступниками. С доказательной базой обратиться в правоохранительные органы для подачи заявления на злоумышленника. Обещал пригнать машину, а угнал деньги. Полиция Мангостау расследует дело по факту мошенничества. Потерпевший – житель Атрау, которого кинул на деньги знакомый. Мужчина перевел аферисту 2 миллиона тенге в надежде на то, что тот привезет ему автомобиль из Грузии. Однако перегонщика и след простыл. Поняв, что стал жертвой обмана, пострадавший обратился в полицию. Вскоре полиция разыскала преступника. Им оказался 42-летний житель Муна-Илинского района. Пожар в торговом центре. Очередную учебную легенду разыграли спасатели Восточно-Казахстанской области. Местный департамент по ЧАЭС проверил свои силы на готовность реагировать на чрезвычайные ситуации в местах с массовым скоплением людей. Всех удалось спасти, огонь ликвидирован. Согласно легенде, пожар произошел в торговом центре с проходимостью 200 человек в день. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Загорелся потолочный светильник. После оповещения сигнализации людей эвакуировали. К месту пожара прибыли подразделения пожарных и спасателей, которые спасли оставшихся в здании четырех посетителей и потушили огонь. Что делать, если в торговом центре начался пожар? При возникновении возгорания или задымления двигайтесь к ближайшему выходу. Если увидите кнопку сигнализации или телефон, сообщите в пожарную охрану. Не оставляйте детей без присмотра. Не спускайтесь на лифте, его могут отключить в любой момент. Не бегите наверх и не прячьтесь в закоулках. Не открывайте окна, это только усилит распространение дыма и огня. При необходимости прикройте рот и нос влажной тканью для защиты от дыма. Если выйти не удается, отступите в помещение подальше от очага возгорания и дождитесь помощи. В истории уже есть печальные примеры, которые должны стать уроком для каждого. Эксперты считают, что важно обзавестись полезной привычкой. Оказавшись в любом людном месте, важно просчитать, как спасаться в случае нештатной ситуации, куда уходить и какими путями. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин